Спасибо вам огромное, что пригласили меня сегодня выступить. Многие знают меня как специалиста по внедрению CRM именно в благотворительных фондах. Я 7 лет работаю в крупнейших фондах России. Начинал карьеру в фонде Подари жизнь 7 лет назад, внедрял там крупную CRM-систему. Сейчас работаю в фонде Вера и занимаюсь развитием своего собственного проекта. Развиваю свою собственную версию CRM-системы на базе Bitrix24. Сегодня буду показывать, рассказывать, делиться опытом. Собственно, моя задача сегодня, какие я сегодня перед собой ставлю задачи. Во-первых, я, как правило, сталкиваюсь с тем, что уровень, небольшой уровень понимания CRM-системы. Первая задача моя – это рассказать базу. Что такое CRM-система? Зачем она нужна? Чем она полезна? И, соответственно, во второй части я уже буду показывать всякие фишки по работе с CRM-системами, потому что отдельные функции, которых мало кто знает, но они могут быть крайне полезны в работе, могут очень сильно упрощать жизнь. Потому что, как я буду сегодня показывать и доказывать о своем выступлении, CRM-система – это инструмент, который служит целям и задачам, и его задача упрощать жизнь или увеличивать объемы помощи, которые мы оказываем. Поэтому потихонечку я перехожу на демонстрацию собственной презентации, и мы сначала начнем с небольшой вводной теоретической части, как я сказал, просто для того, чтобы у тех, у кого нет представления о базе, эту базу немножечко нагнать, и дальше поговорить именно о проблемных местах, о которых, к сожалению, говорят мало. Но я считаю своим долгом, как профильный специалист, именно предупреждать о тех проблемах, которые ждут нас на пути к внедрению. Сергей, можно попросить чуть ближе микрофон? Ну, некоторые говорят, что не очень хорошо слышно. Вот так, хорошо ли меня слышно? Вот так, прекрасно. Великолепно. Видно ли презентацию? Прекрасно. Начинаем. Ну, собственно, я уже вам обмолвился о том, что работаю в крупных фондах, когда-то работал по режиме «Сейчас Вере», и вот ссылка на мой проект. Чем я еще занимаюсь? Я много выступаю, много рассказываю, пытаюсь образовывать народ, потому что для меня это принципиальный момент, что мне нравится работать, когда ко мне приходят квалифицированные люди, которые говорят со мной на одном языке, и мне просто и задают правильные вопросы, потому что любому специалисту приятно отвечать на хорошие, отраслевые и интересные вопросы, нежели просто «а расскажите нам, что это такое». Значит, я выступаю на «Теплице социальных технологий», это известная площадка, и говорю в основном о серьезных технических проблемах, таких как проблемы от e-mail рассылки, проблемы CRM внедрений, проблемы сайтов, ОБ-тестирования. Ну, многие такие технические вещи, о которых говорят мало, но я считаю своим долгом об этом рассказывать, показывать, что это есть, и это очень-очень полезно. Значит, сейчас мы будем начинать наш разговор с самой-самой базы. Что такое CRM? Есть, на самом деле, большая путаница, заключающаяся в том, что большинство людей не понимает, что такое, что у CRM есть два значения. В первую очередь, это программное обеспечение, второе – это маркетинговый подход. Значит, если мы говорим, посмотрите внимательно, то есть вот эти цитаты, надерганные с Википедией, естественно, они сложные, непонятные, и если говорить человеческим языком, то что такое CRM как программа? Это контактная база. Вот я могу вам там выйти немножечко из презентации и показать вам, видно ли вот сейчас просто базу контактов, Bittrex, которая есть. Просто это программа, программа для хранения контактов. Вот это, соответственно, CRM как программа. Но это на самом деле не так важно. Важно CRM как подход. Зачем нужна вообще, вот зачем эта программа нужна? Сама по себе эта программа бесполезна, это просто пустая трата средств, если она не приносит никакого результата. На самом деле истинной нашей целью является CRM как маркетинговый подход. Маркетинговый подход CRM – это подход, когда мы делаем все наши коммуникации, то есть e-mail рассылки, звонки, обращения индивидуализированными. Один раз на выступлении на белых ночах фандрайзинга парень из дальнего ростока сказал, что у него есть знакомый, у которого есть CRM Даша. CRM Даша – это девочка, которая ведет таблицу, которая учитывает всех бизнес-партнеров этого знакомого, когда у них дни рождения, что они любят получать в подарок, когда у них у детей день рождения, что они любят получать в подарок. И в нужный день она достает эту замечательную таблицу, приходит к руководителю с словами, вот скоро у Васечки день рождения, надо подарить там килограмм абрикосов. И, соответственно, это позволило увеличить им продажи их небольшого предприятия, там на сколько-то процентов, процентов на 30, как он говорил. И это уже есть CRM-подход. То есть вы можете использовать CRM-подход, не используя совершенно программу. CRM-подход – это когда вы доставляете информацию, которую человек хочет человеку вовремя. И ту, которая индивидуализирована с учетом его потребностей, что мы о нем знаем. Допустим, если это CRM-зоомагазин, то они видят, что человек покупает товары для кошек, и они никогда не предложат ему переноску для собак. Это CRM-подход. И наша задача, в первую очередь, реализовывать CRM-подход в маркетинге через внедрение программного обеспечения. То есть я уже обмолвился, что нам нужно, чтобы индивидуализировать наши рассылки, наши звонки, наши коммуникации. Но мы храним, соответственно, контактные данные, историю взаимодействия. То есть для благотворительного фонда это все-таки, в первую очередь, история пожертвований. Я буду чуть позже показывать. Это огромная таблица, в которой видно, кто, когда, сколько. Самое главное, на кого. История переписки звонков. То есть если мы человека уже задолбали, несколько раз ему позвонили, попросили, он нам отказал, и мы в ВАЗе видим это, то мы не будем ему звонить в следующий раз. И самые крутые CRM-ки, естественно, хранят еще историю посещения сайта. То есть я не буду сегодня на этом акцентировать внимание, но такая теоретическая возможность есть. То есть в одном крупном фонде мы видели, то есть человек пришел, посмотрел на карточки каких-то детей и ушел. Потом ему фандрайзер звонит и начинает просто говорить с ним про этих детей. Естественно, он никогда не скажет, что он видел, что этот человек смотрел на карточки детей на сайте, но система фиксировала все эти данные. Значит, поехали. Теперь поговорим вообще, какие есть CRM-ки. К сожалению, я даже хочу сказать, к сожалению, выбор огромный. Выбор настолько огромный, что сильно путает. В России есть и огромное количество стартапов каждый год открывается, которые новые CRM-ки внедряют. Это все усложняет историю. Почему? Потому что чем больше выбор, тем тема и так уже сложная, а избыток выбора еще более это все усложняет. Так вот, если мы говорим в России, то мы имеем трех основных оригинальных лидеров. Это Bittrex, самый CRM, Tirasoft. Также, ну, как когда-то был лидером Мегаплан. Исследования, все, которые есть на эту тему, по-моему, они немножечко подбирают, потому что каждое исследование называет лидером себя. Но вот лично мое мнение, что все-таки Bittrex является лидером по этому рынку. Почему? Потому что у него огромный рынок внедрений, так называемых коробочных, которых нет у других игроков. Об этом поговорим чуть позже. То есть на Западе самые крутые CRM-ки – это HubSpot, Salesforce и индийская Zoha. Salesforce – это суперкрутая система, в которой есть вообще все. Но это просто ракетный двигатель. Но на самом деле у нее есть одна малоприятная деталь. Она стоит, как крыло самолета. И поэтому в последние годы она проигрывает HubSpot, который сильно проще, но при этом кратно-кратно дешевле. Это как раз вот эти две системы – Salesforce и HubSpot. Они крутые тем, что они позволяют видеть, что человек делает на сайте. В России такая функция есть только у TerraSoft. Но TerraSoft – это, как известно, самая дорогая система на российском рынке. И она совершенно… она непростая, дорогая. Конечно, предлагаются, как факт, для НКО пакетные решения. Но там тоже, соответственно, надо смотреть по условиям, потому что они по финансовым условиям подойдут далеко не всем. Соответственно, из простых доступных коммерческих CRM есть Bittrex24, AMA CRM и всякие самописки. Самописки, если честно, я немножечко с большим скепсисом отношусь. Почему? Потому что функционал постоянно каждый год очень сильно модифицируется. И все эти самописки за ним просто не поспевают. Например, то, что я сегодня буду показывать, появилось буквально год-два назад вообще на рынке CRM. Мне в самописках этого вообще нет. Значит, что такое вот Bittrex24? Я здесь выделил две системы, Bittrex24 и SugarCRM. Это две единственные системы, которые предлагают свою систему не как сервис на сайте. То есть большинство CRM, которые вы регистрируетесь на каком-то сайте, там ведете контактную базу. То есть база у них, ответственность на них. Если этот сайт закроется завтра, то все, вы остались без базы. То есть только две системы, это Bittrex и SugarCRM, о которых уже сейчас почти не говорят, они предлагают коробочную так называемую версию. Это версия, которая ставится на ваш хостинг, на ваш сервер. Она принадлежит вам. То есть у вас ее уже никто не заберет. Более того, она получается полностью разборная. То есть если мы говорим об Этерософте, а мы с CRM, они работают на чужих серверах. Там что-то модификации какие-то можно сделать, какие-то делать нельзя. А если вы ставите свой коробочный Bittrex, вы можете его переписать с нуля. Просто потому что вам в DUD как конструктор, как программный код, если осажаете там программист или заказываете разработку, вам перепишут в ней все. То же самое касается SugarCRM, но она, к сожалению, уже сошла с рынка, почему-то ее не используют совершенно. Точнее не почему, я даже знаю почему, потому что эта система бесплатная, с открытым исходным кодом, и как у любого открытого исходного кода, там есть одна главная проблема. Она подключивает. И нужен всегда человек, который будет ее поддерживать. На Западе как бы отошли от этого подхода, то есть используются именно облачные сервисы, где начал работать и никогда не знаешь технических проблем. Значит, какие три основные инструмента нам дает CRM? То есть CRM – это инструмент. Инструмент повышения наших продаж, конверсии, повышения сборов, повышения привлечения людей. И она работает через инструмент. Первый инструмент – это сегментация. То есть она позволяет какому-то критерию выделить нужную группу, которым интересно наше предложение, и послать это предложение только им. В коммерции, как я говорил, можно посмотреть по истории заказов, выцарапать только тех, кто заказывал товары для кошек. А в благотворительности, например, можно посмотреть и попросить только тех, кто пожертвовал больше 10 тысяч рублей. Это очень полезно для каких-то целевых рассылок или тех, кто жертвовал только на программы инфраструктурной помощи. Автоматизация – это всякие действия, которые база делает автоматически, когда что-то появляется. Допустим, в базе появился новый человек, она хопа отправила имел-сообщение. Омниканальность – это свойство базы перебрасывать данные из канала в канал. То есть мы берем, допустим, человек, который общался с нами по имейлу, потом у нас появляется телефон, и мы начинаем с ним общаться в WhatsApp. И история сообщений сохраняется. Вот поскольку мы уже начали говорить о том, через какие каналы мы взаимодействуем, я сразу скажу, что выбор не такой уж и большой, но он постоянно изменяется. Раньше основным каналом была имел-рассылка, сегодня уже основная и звонки, естественно. Сегодня основным каналом потихонечку становятся всякие WhatsApp, Viber, Push, уведомления, и потихонечку все переходит через таргет рекламы. То есть мы можем по имейлам нашим, у нас есть база 100 имейлов, загрузить через сериал, то есть выгрузить только тех, у кого какие-то крупные суммы проходят, и запустить только-только на них какую-то целевую баннерную рекламу, которая будет крутиться только на них. Никто никогда, кроме них, его не увидит. Вот это смысл как бы весь CRM, что она еще автоматически это может сделать. То есть если человек сделал пожертвование, она не будет крутить рекламу. Если сделал, не будет. Если не сделал, то она поставит на открутку эти баннеры. Почему-то, соответственно, для всех людей, с которыми я общаюсь, CRM-база является в первую очередь такой штукой, как просто красивый база контактов, просто красивая картотека, в которой красивые карточки, все такое красивое, замечательное, кнопочки. На самом деле, это в корне неправильный подход. CRM-система – это бизнес-система, ориентированная на бизнес-цели. То есть для нас, как для НКОшников, увеличение объемов помощи. И это надо, как я буду говорить дальше, это нужно мерить обязательно в натуральных показателях, то есть насколько мы хотим увеличить объемы помощи с помощью CRM-системы. И, соответственно, чтобы понимать, как CRM-система нас ведет к каким-то результатам, к успехам, мы должны вообще просто поразложить эту формулу. То есть поскольку CRM-система – это система поддержки маркетинга, мы должны посмотреть, поразрезать маркетинг на куски и понять, в каких кусках маркетинга работает эта система. Значит, успех вообще любого маркетингового сообщения состоит из четырех компонентов. Это само сообщение, это выбранная аудитория, это время, это канал. Значит, поехали по кускам. Во-первых, первое, что нужно понимать, автоматизированная CRM никак не составляет письма. Это не ее задача. То есть если у вас есть CRM-даша, это какая-то девочка, которая вам делает всю эту работу, то автоматизированная CRM – эту девочку в этой части никогда не заменит. Придумывать сообщения, придумывать инфоповоды – это работа человека, это работа живого человеческого мозга. Значит, выбор, правильная аудитория. Когда CRM вам может выбрать из всей вашей базы по критериям нужных людей, но она никогда не придумывает вам, какие критерии. Здесь нам нужны мужчины или женщины, или старшие, или младшие. Это работа человека. Правильное время. Чем вам здесь цена CRM? Потому что она не спит 24 часа в сутки. Она может своей автоматикой заниматься постоянно. Даже когда сотрудник Даши спит, CRM продолжает рассылать рассылки, например. И правильный канал – это то, чем CRM может очень сильно помочь Даше, что Даша не сможет постоянно гонять списки между рассылщиком e-mail рассылок и системой баннерной рекламы. У нее просто времени на это не хватит. А CRM-система, как машина, с этим справляется в момент, она все в режиме реального времени перегоняет. Значит, теперь, когда мы немножечко… Я искренне надеюсь, что вопросов тут было мало, но, наверное, нужно вам будет время, чтобы это все осело в голове. И я прекрасно это понимаю. По моей задаче, просто вам сейчас накидать в вашу голову идеи, которые потихонечку, как зерна, начнут прорастать. И поскольку я накидал вам хороших идей, теперь пора накидать плохих идей, потому что плохое тоже случается в жизни, и к этому надо быть готовым. Я вот лично знаю, например, шесть очень крупных провалов внедрений CRM. И они все шли примерно… Я наблюдал три реальных причины, которые, как правило, работают прям гарантированно, ведут нас к былинному отказу. Значит, первая причина, о которой я хочу поговорить, это неадекватные ожидания. Кнопку с чудом, нажал ее, потыкал, и сразу понеслось все в деньги, в успех. На самом деле это очень неправильная позиция, которая почему-то поддерживает некоторые лекторы в своих выступлениях, которые я крайне… Что меня очень удивляет, в некоторых выступлениях можно услышать цифру, что можно учетверить, допустим, сборы благотворительного фонда с помощью CRM-системы. Я вам вынужден открыть тайну, что одной только CRM-системы будет откровенно мало, чтобы учетверить все сборы фондов. Вам нужна крутая команда аналитиков, фандрейзеров, пиарщиков, и тогда можно учетвериться на CRM-системы. Здесь лишь одна из скрипок в целом ансамбле. Значит, следующая история – это некорректные цели. То есть, когда люди покупают… Давайте возьмем аналогию с автомобилями, люди выбирают CRM-систему, они приходят к продавцу и говорят, нам нужна машина, очень стильная, красивая машина, в которую мы положим мангал и поедем на шашлыки. И в автосалоне им продают… О, отлично, возьмите мини-купер. Например, они берут этот мини-купер, покупают его, кладут в мангал, едут в деревню, а там прошли дожди, и в первые лужи они засаживаются по радиатору в эту лужу и сидят в дожде, ждут тракта, вместо того, чтобы есть шашлыки. А почему? Потому что неправильно была сформулирована задача. Вам не нужна машина, которая может загрузить мангал в багажник. Вам нужна машина, которая может доехать до точки, где вы собираетесь делать шашлыки, и, соответственно, вернуть вас обратно, при этом захватив этот мангал. То есть нужно видеть себе четко конечную цель, и если у вас их несколько, расписать их все и убедиться у продавцов, что эта машина действительно вас довезет туда, куда вы хотите. Иначе вы сядете в лужу. Я увидел очень много таких сценариев, и все эти сценарии разворачиваются примерно одинаково. Люди набирают какие-то совершенно странные критерии выбора CRM, типа красивые интерфейсы, чтобы можно было забивать два телефона, или еще какие-то вещи, которые являются средством. Потом им выкатывается за бешеные деньги некое нечто, и это нечто не работает. Но там можно забить два телефона, но не работает. Но телефона два забить можно. И когда эти люди говорят, ребята, мы так, оно же не работает. Но вы как задачу поставили, мы ее так и решили. И это общий принцип IT. То есть, к чему к следующему я хочу прийти, это то, что люди, к сожалению, из НКО в основном имеют с собой коммунитарный бэкграунд, работа с текстом. Текст можно всегда переписать, и вообще в редакторской работе приходит младший писатель, к среднему писателю сдают текст, средний писатель говорит, перепиши, он переписывает полностью, они идут к главному издателю, главный издатель говорит, перепишите, они переписывают полностью. И так 30 раз, пока не будет вылезан финальный суперский текст. Но в IT так не работает. В IT, к сожалению, как поставил задачу, так получил результат. Просто потому, что некоторые решения в IT очень простые, а некоторые очень сложные. И понять, что легко, а что очень сложно, можно только, если супер точно поставлена цель. Поэтому самое главное это четко понимать, как я говорил, цели, вот как я в аналогии с машиной, куда вы хотите ехать. То есть, распишите подробно, что вы будете делать в среднем системе. E-mail рассылки, SMS-рассылки, какие сегменты вы будете использовать, какие автоматизации вы будете использовать, какие поля и данные вам нужны. И только тогда вам внедрение четко будет обязан вам предоставить то, что будет реально работать. Потому что в противных случаях обычно это действительно история про то, что дается некое нечто и пользоваться нельзя, а деньги уже потрачены. И потом все бегают, ой, блин, давайте кто-нибудь нам за какую-то копеечку все это переделает. Вот там просто не так взять переделать, там переделать в трое дороже, чем изначально было это все строить. Вот, и вот об этом нужно очень важно понимать, что точная постановка целей. Значит, к какому выводу я вообще хочу вас всех потихонечку привести? Не внедрять, не вариант, потому что это действительно очень хорошая, правильная тема, которая обеспечивает нам прекрасные результаты. Но главное — внедрять вдумчиво, внедрять осторожно. И просто есть такой тип людей, тип сотрудников, которые вообще относятся, даже среди руководителей такие часто попадаются. Я не технарь. Это не мое дело. Я сказала, что я хочу, а вот эти вот, они же умные, они вот должны сделать то, что я хочу. И мой результат — провал, потому что пока кто-то должен разобраться, как это работает именно на потребительском уровне. То есть никто не требует от вас технарской спецификации IP-интерфейсов. Нет. Вы, как водитель автомобиля, должны сходить в автошколу, получить права, понимать, где у вас педаль газа, педаль сцепления, педаль тормоза. И, соответственно, с этим пониманием идти к продавцу автомобиля и говорить, что нам нужен автомобиль с хорошим клиренсом, с большими колесами, с двухлитровым дизельным двигателем и ручной коробкой передач для того, чтобы ездить по грязи на нашей даче. Достаточно хорошего потребительского понимания, чтобы сделать квалифицированный выбор. Это ваша задача. Ваша задача сделать квалифицированный выбор. Значит, на этой части, на этой точке я желаю вам успехов во внедрении. Смотрите, вот мои контакты. Если вам нужна будет какая-то консультация, связывайтесь со мной, пишите. Я готов помогать, рассказывать, отвечать. Самое главное, на моем сайте предоставлены мои статьи, из которых вы сможете вообще понять все, что должна уметь CRM, чтобы сделать для себя именно возможность квалифицированного выбора. То есть четко понимать, что мы хотим вот такой функционал, такой функционал и такой функционал. Заходите, читайте, смотрите статьи. Значит, потихонечку мы заканчиваем нашу теоретическую часть и переходим к самому интересному. Это к практике. Сейчас мы посмотрим, как на Битриксе может работать некий теоретический ресурсный центр. У меня подготовлен маленькая простенькая сборочка Битрикса, в которой мы будем работать. Значит, смотрите, CRM — это, соответственно, контактная база. В основе этой базы всегда лежит четыре картотеки. картотека лиды, сделки, контакты и компании. Они могут поначалу путать контакты и компании, конечно, понятно, но начнем с самой базовой теории. Что такое сделки? Под сделками в CRM вообще принимаются продажи, но только продажа в коммерческой CRM — это не есть какой-то факт, это процесс. Это процесс, который происходит, начинается с какой-то начальной точки, происходят какие-то промежуточные точки, в которых разным сотрудникам ставятся разные задачи, собирается разная информация и потихонечку приходят в финальную точку, в финал успешных или в финал неуспешных. Соответственно, эти процессы могут быть совершенно разные, совершенно разными цепочками, совершенно разными целями. Общий здесь лишь принцип — это процесс по стадии, на каждой стадии которого что-то происходит. И мы отслеживаем постепенно, как руководители, как сотрудники, если у нас 100 параллельных процессов, как они двигаются по этим стадиям, что с ними происходит, какой процент конверсии из-за успешной и неуспешной. Значит, в общем случае благотворительные фонды хранят в СРМ информацию о пожертвованиях. Ну, то есть, посмотрите, вот я собрал тестовую базочку, какие-то пожертвования от разных людей на наших подопечных, если это мы, благотворительный фонд. И, соответственно, мы видим, кто пожертвовал, сколько пожертвовал и когда пожертвовал. То есть, допустим, при этом мы можем видеть пожертвования как от физических лиц, так и от юридических лиц, которые работают через сотрудников физических лиц. А для этого у нас есть картотека «Контакты», где мы ведем всех физиков, расставляем им какие-то статусы. У нас есть картотека «Кампании», в которой мы ведем юриков, расставляем какие-то статусы. Соответственно, в каждой картотеке у нас отражаются элементы и заполняются поля. Например, для компании можно указать E&M, для людей можно указать телефон. Вы это сейчас увидите в наших вкладках. Значит, с базой мы, наверное, немножечко прошли, но есть такая странная штука, которая вызывает у всех вопросы лиды. Что это такое и зачем это нужно? Смотрите, у коммерсантов есть очень большая головная боль. Она заключается в том, что приходит в организацию огромное количество обращений, которые, возможно, ни во что не выльются, но, возможно, выльются. И с ними надо работать, из них нужно отбирать тех людей, которые дальше хотят работать в вашей организации. И для этого процесса как раз и образована штука лиды. То есть лиды – это некий буфер, в котором ведется отсев. Туда попадают заявки, которые вводятся вручную с сайта, и дальше они идут постепенно по стадиям, и если они доходят до… То есть задача лидов – это квалификация. И если они проходят в зеленую стадию, дальше они попадают в основную базу сделки контакта, компании, где с ними ведется основная работа. Значит, когда я думал, зачем ресурсному центру может быть полезный CRM, я, соответственно, предположил, сделал следующие обоснованные предположения. Во-первых, лиды он может собирать из почты. То есть любую почту, любые запросы, можно подключить свою почту и смотреть. Вот смотрите, верните подписку за 99 рублей. Это с моего почтового ящика пришло от Яндекса. То есть просто любые… Я подключил почту, он просто начинает скачивать все письма сюда и класть в эти картотеки. То есть мы не пропустим… Все запросы, которые мы имели, будут отражаться в этих картотеках. И мы с ними, соответственно, будем вести работу или не вести работу. Самое главное, что мы их никогда не потеряем. Вот в чем смысл. Значит, следующая история, как могут сюда попадать. То есть можно добавить вручную некую новую заявку. И смотрите, как я предположил работу ресурсного нашего центра. Я предположил, что у ресурсного центра есть огромное количество входящих заявок от людей, которые профильны или не профильны. То есть мы не понимаем пока, будем ли мы работать с этими людьми и организацией. Поэтому в ледах я отразил цепочку квалификации. То есть здесь мы проверяем по каждому входящему запросу из почты или из сайта. Смотрите, я создал специальную формочку, которая легко можно… То есть она прям в CRM создается, и по кнопке «Код на сайт» копируется на сайт. То есть просто нужно вставить в код сайта вот этот вот кусочек. Она там будет отражаться. Форму, как сторонние лица, которые еще не знают, поможет им ресурсный центр или нет, направляют обращение в ресурсный центр. И ресурсный центр, сотрудник ответственного ресурсного центра, делает, обрабатывает эти входящие обращения или принимает этих лиц в программу помощи или говорит им, простите, вы не наш профиль. Значит, здесь мы… Эта форма полностью набирается. Вот мы набрали какие-то поля. Предполагаем, что какой-то человек… Нам нужна помощь, консультация. Нам нужна консультация по бухгалтерии, я пишу. То есть как некий условный человек просит у нашей организации «Консультация по бухгалтерии». Нажимает кнопку «Отправить». Система нам маякует, что у нас появился новый запрос. Теперь на каждом этапе данного запроса мы поработаем немножечко с этим человеком. Так, вот у нас появился лид Илья Ильин. Что мы должны сделать? Смотрите, сразу настроены некоторые автоматы. Но это уже делается в более высоких платных версиях. Но можно, соответственно, так они просто не будут ставиться. Вся та же работа будет идти. Просто нужно будет вручную это все делать, ставить задачи. Сначала нам валится… ответственному сотруднику валится в список задач задание связаться с Ильин Илья. И, соответственно, там указаны все контакты. Ильин, Илья, телефон. Мы предполагаем, что мы связались с Ильей и попросили, мы посмотрели, да, это наша заявка, он нам подходит по профилю. И наша задача теперь — собрать пакет документов. И нам нужно, если он работает в организации какой-то, некие его уставные документы, чтобы проверить, правильно ли у него прописаны в уставе уставные цели. Система нас в обязательном порядке попросит подложить какую-нибудь ссылку на устав. Окей. Соответственно, дальше система закрывает предыдущую задачу, ставит следующую — согласовать пакет документов на проверку у руководства. Соответственно, эту задачу можно ставить как Илье, можно поставить, что эта задача будет автоматически сыпаться другому сотруднику. И, соответственно, сотрудник получит эту задачу и в какой-то момент он просто скажет, что да, этот Илья подходит к нам на прием в наш ресурсный центр, мы его принимаем, завершили задачу, подложили, завершили. Это увидит в карточке лида наш ответственный сотрудник и проставит, что мы согласовали, действительно, согласовали эту заявку, что это наша правительная заявка согласована с руководством. Теперь наша задача — позвонить нашему заявителю Илье, сказать, что он согласован. И в качестве завершения мы просто создаем контакт, то есть мы переводим Илью нашего заявителя в основную базу, где мы продолжаем с ним работу. Теперь мы переходим. Вот у нас есть Илья. Он нам попал в базу контактов. Сейчас мы его увидим в базе контактов. Илья попал в нашу базу контактов. Замечательно. Сейчас мы его... Так, 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 так. Контакт Илья. Вот Ильин Илья. Вот он у нас попал. Мы хотим начать с ним работу. То есть мы теперь будем с ним начинать некие процессы внутренние нашей работы. Смотрите внимательно, какие процессы я предположил в нашем тестовом ресурсном центре. Что наш тестовый ресурсный центр проводит обучение менеджменту, и он предоставляет консультации юристу. Сначала рассмотрим обучение менеджменту. Обучение менеджменту — это некий процесс, который начинается с заявки на этот процесс. Они могут сюда попадать как автоматически, так и вручную. Так и проходят несколько статей, и такие, как согласование этого обучения. Согласование... То есть сначала мы собираем пакет документов. Это все настраивается, все эти стадии. Потом начинаем курс обучения. Когда Илья прослушает курс, мы отметим, что он прослушал курс, и в конце он должен будет сдать экзамен. И мы будем отслеживать Илью в его движении по всем этим стадиям. Давайте создадим для Ильи процесс обучения. То есть здесь сейчас мы будем изучать очень важный момент обучения Ильи. Как работает с сегментами СРМ-ка? СРМ-ка может для нашего Ильи обновлять некие поля, по которым мы потом будем делать сегменты, фильтровать. То есть вначале, если мы начали обучение Ильи, мы сказали, что Илья запросил у нас обучение. Если мы попросим, зайдем сейчас в карточку Ильи, то мы увидим, что есть поле. Статус обучения. Оно еще не начато. По мере того, как Илья будет, предположим, что мы согласовали Илье, взяли у него документы, и Илья начал наш курс обучения. Значит, в этот момент, если мы залезем Илью, и таких людей будет много, мы сейчас увидим, что у Ильи обновился статус обучения начал. Зачем это важно? В контактах мы можем теперь посмотреть всех тех, мы можем посмотреть всех тех, у кого статус обучения начал, и сделать, допустим, на них рассылку, сделать обзвон, сделать еще какие-то баннерные рекламы. То есть вот этот вот факт начал, это некий критерий, по которому мы формируем сегменты. Вернемся же в процесс обучения. Предположим, что Илья наш прослушал курс и теперь идет на экзамен. Он сдал экзамен, и, соответственно, система переведет Илью из категории начато обучение в категорию закончил обучение, и мы теперь по фильтрам можем найти всех наших выпускников наших курсов, чтобы сделать им рассылку. Допустим, у нас открылся следующий курс. Пожалуйста, приходите. Вот у нас база наших выпускников. В чем ценность этого процесса еще? В том, что на самом деле у нас Илья, помимо того, что очень много людей будет отсеваться, очень многие люди будут начинать обучение и не заканчивать. И, соответственно, у нас будут формироваться вот эти все базы из промежуточных стадий. Во-первых, мы начнем через анализ конверсии, мы увидим статистику. В частности, по обучению менеджмента мы видим, что один человек предоставил пакет документов и дальше никуда не пошел, а три человека сдали экзамен у нас за этот месяц. Точно так же мы можем формировать статистику за любой месяц. То есть мы видим, какую конверсию у нас имеют программы, то есть какой процент учеников у нас отваливается, чтобы пытаться их как-то вернуть. Следующая история, которую я хотел полезную показать, это то, что можно CRM… Вот это как раз та вещь, почему, чем пакетный CRM сильнее, чем всякие самописки, потому что за последний год разного рода салоны красоты сильно внедряли CRM. И для них в Bitrix и AMA CRM выкатили новый функционал, называющийся автоматическая запись. Мы можем в какой-то раздел нашего сайта положить вот такую же точную анкетку, но с требованием указать суть анкеты в запросе на консультацию. И человек сразу прямо в этой анкете видит график свободного времени. То есть здесь вы увидите, что где-то времени не хватает. Это время, на которое уже кто-то записался. То есть предположим, что наш Илья Ильин захотел записаться к нашему тестовому специалисту, я просто назвал специалистами мистер-тест, на 23 число, на 12 часов. Окей. Илья записался. Вот смотрите внимательно. Теперь в следующий раз, если мы обновим эту анкету, 23-12 часов здесь уже нет. То есть система введет график посещения специалиста. Теперь в CRM-системе, мы уже, если мы вернемся в нашу самую систему в сделках, данные из этой анкеты валятся в воронку, в CRM, это называется воронками, в CRM, она называется консультацией юриста. То есть смотрите, что здесь настроено. То есть Илья у нас запросил консультацию юриста. И консультация юриста – это тоже процесс. Почему? Потому что мы не каждому человеку оказываем консультацию юриста. Сначала мы видим, что Илья запросил на какую-то дату. Потом мы говорим Илье, что переводя на статус «Согласовано», что Илья имеет право, то есть мы согласовали, все-таки он имеет полное право прийти. И более того, система, посмотрите внимательно, по переходу в этот статус автоматически направит Илье письмо, что ему согласовано дату. Теперь, если Илья пришел, мы жмем кнопку «Консультация оказана». И, соответственно, мы по всем Ильям, которые у нас есть, видим, в каких они стадиях находятся. И это очень важный нюанс, что мы вообще понимаем по цели нашей вот этой воронки. Просто оказание консультации, или мы все-таки хотим, чтобы человек по нашей консультации составил документацию или же не составил документацию. Я вообще в своей практике считаю, что финальная стадия – это все-таки некий результат. Мы должны и для этого система нам поставит, спустя некоторое время здесь настраивано, что система через, допустим, минуту или через две, или через две недели, или через два месяца поставит нам задачу созвониться с Ильей и узнать у него, составил он все-таки документацию после нашей консультации или нет. Предположим, что Илья не составил нашу документацию. И зачем это важно? Потом мы сможем через модуль CRM отчеты… Сейчас я его найду, где он у меня открыт. Ну, в любом случае, зайдем в отчеты. Система у нас видит, сколько у нас людей, на каких стадиях у нас осталось. И благодаря этому мы сможем потом достать всех тех, допустим, кто не стал документацию на следующий год, и пригласить их еще раз. То есть мы видим, что у нас запросили консультацию. Здесь в контакт ID это понимается количество людей, а 8 это количество консультаций. То есть мы видим, что 4 человека запросили 8 консультаций, но дальше и не пошли. То есть мы их не согласовали. Значит, мы ему согласовали дату, и, соответственно, коэффициент успеха, то есть 3 человека у нас составили документацию, а 2 человека не смогли. И здесь система может еще считать количество консультаций, которые им было проведено. То есть мы наглядным образом можем за какой-то период анализировать итоги деятельности нашего ресурсного центра. Ну вот на этом простеньком примере я завершаю свою практическую часть, и мы переходим потихонечку к вопросам. Дорогие друзья, задавайте, пожалуйста, вопросы, и я буду отвечать. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, ждем ваших вопросов. Есть еще немножко времени, буквально 3 минуты, и есть еще шанс задать вопрос. Отсутствие вопросов может означать только две вещи. Первая. Ничего не понятно или понятно все? Все понятно, да, или вторая. Ничего не понятно. Ну обычно по практике это означает, что ничего не понятно. Просто моя задача, как я обмолвился, это заразить зернами идей, то есть показать возможности, а дальше люди, ну как бы, должны обдумать. И это очень правильно. То есть ко всем этим вещам надо подходить степенно. Смотреть, обдумывать, читать, сконсультироваться очень важно с теми, кто уже имеет опыт, и, соответственно, принимать для себя взвешенное решение. Спасибо большое. Но я думаю, что эта тема, которая, как и многие темы сегодня в марафоне, она так заявлена и обозначена, рамочка такая, вот чтобы эта рамочка внутри заполнилась и можно было действительно принять решение, возможно, стоит вернуться к этой теме еще раз. Вот мы уже говорили в предыдущих наших блоках марафона, что одна из идей, которая начнет реализовываться уже буквально завтра, это умные субботы и другие дни недели. И это, если сегодня в основном такой обзорный большой марафон, то это будут практические мастерские, где можно будет кое-что даже попробовать руками, куда-то кнопочки потыкать. Вот мне кажется, что если уж не потыкать кнопочки, но точно помедленнее посмотреть, как Сергей делает это на своем экране и, может быть, позадавать вопросов, когда это станет немножко более понятно, возможно, это тоже одна из тем, с которой стоит вернуться. Сергей, спасибо вам огромное. Да, вот комментарии пишут. Для первого раза достаточно, надо вникать глубже и медленнее. Знаете, как интересно. Мне, на самом деле, больше всего интересно послушать те, кто что-то пытался, но у них случились провалы, потому что мне очень, как специалисту, принципиально важно понимать, почему все это дело проваливается. Я вам могу рассказать на нашем примере. С нас попросили такие деньги за внедрение, сказали, что у самих у нас ничего не получится. И у меня создалось, например, впечатление, что та компания, которую нам со всех сторон рекомендовали, ну, то есть они такими умными словами говорили, что у нас создалось впечатление, что нас явно дурят. Вы знаете, вы абсолютно правы. На самом деле, я больше скажу, делается это на самом деле совершенно не так. Кто вам пришли, они абсолютно безграмотные разводила, потому что грамотные разводила и действуют совершенно по-другому. Они стараются вам понравиться, чтобы впарить что-нибудь маленькое и дешевое. Точнее, не дешевое, а так просто прощупать, сколько у вас есть денег, а забрать все. И сделать вам что-то, что не работает, потому что вы им, они говорят, ну, доверьтесь нам, мы сделаем все, как вы хотите. И они вам делают нечто, которое вроде как бы похоже, но не работает. И когда вы говорите, а оно не работает, они говорят, ну, вы же сами такое ТЗ подписали. Да, да, да. Ну и потом, вот тут мы можем докрутить, но еще заплатите. Еще, да, еще. И поэтому мы на первом шаге остановились и сказали, нет, спасибо, лучше мы сначала подумаем. Смотрите, все на самом деле решается очень просто. То есть, смотрите мои видео, вы должны для себя переписать просто в тетрадную, в Excel-табличку, перечень там из 30 основных функций, которые система должна давать. Мы должны отмечать, кто пришел на обучение, кто отходил на курс, кто сдал экзамен. Мы должны видеть такой отчет, такой отчет, такой отчет. Нам нужна рассылка для тех, кто закончил курс, кто не закончил курс, кто сдал экзамен, кто не сдал экзамен. Вы все это прописываете и требуете с ребят, на самом деле, здесь только два вида страховки в этом всем деле в технарском. Первая страховка – это «а покажите-ка на прототипе, как оно будет работать». И вторая страховка – «а пропишите-ка в этот договор». Пока это только две… История про доверие, сколько раз доверьтесь там, и все сделаем. Ни разу, ни разу не сработает. Это всегда шаг провала, потому что сделают вообще не то. То есть, если не заданы рамки, если точно не поставлены требования, то будет сделано… Если вы не прописали то, что вы хотите, то будет сделано то, чего вы не хотите. Спасибо. Спасибо огромное. Ну вот мы так немножко, да, все-таки вопрос задали. Я вижу, что есть комментарии, что кто-то ровно по той же дороге, что и мы, ходил, да, и остановился, потому что понял, что есть ощущение, что дурит голову. Не в том, что смотрите, здесь есть вторая оборотная сторона медали, что есть очень хитрые фонды, которые ищут дурачков-внедрителей, которые, ой, а нам здесь всего лишь вот такую простенькую базу, а потом, а переделайте, а переделайте, а переделайте, а переделайте, и оказывается, что нужна была супер база, супер крутая, а они искали кого-нибудь подешевле, поэтому пришли с ТЗЗ на салфетки. Соответственно, здесь решение только одно. Смотрите мои видео, смотрите на те функции, которые я показываю, выписывайте их себе в Excel-ную табличку и просто заставляйте прописать товарищей в договор, что все функции, которые вам нужны, все будут работать. Спасибо.